Доброго времени суток, мой дорогой зритель! Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра! А поговорим мы сегодня об орудиях труда. Это особый игровой элемент в профессиях, который добавляется в обновлении 8.1.5. Таким образом, компания Blizzard абсолютно всем профессиям добавляет этот итем, и этот итем будет как-то охарактеризовывать нашу профессию, давая нам особый бонус. Начнем же. Я копировал своего монаха на тестовый игровой мир, и на нем уже есть профессии, алхимия и кожевничество. Начнем с них. Итак, алхимия, вкладка не изучена. Листаем и находим сферу трансмутации Сайлоса. Чтобы ее скрафтить, нам нужны особые реагенты, которые добываются с определенных локаций. В принципе, если почитать описание этих итемов, то уже можно понять, откуда что-либо дропает. Например, в тюремные сроки сразу навеивается подземелье Толдогор. Тут прям написано большими буквами, что это золотая жила. Здесь же жреца Лунза. Ну, скорее всего, это Аталдазар, потому что я помню, что там жрецов достаточно много. Ну и сфера такая золотая, красивая. Самая светлая локация, это вроде бы Зулдазар, самая солнечная на самом деле. Ну, тут Ковен Мертвых Сердец. Это, конечно, усадьба Уэй Крестов, как и написано. Собственно, эта сферка будет как-то особо прокать, и при этом будут весьма интересные в дальнейшем бонусы для Алхимика по типу бесконечного Хеллс Поушена. Того Поушена, который мы кушаем с целью того, чтобы отрегенить себе некоторую часть здоровья. Береговое лечебное зелье, по-моему, как-то так оно называется. Сейчас мы найдем и посмотрим, где же оно. Да, береговое лечебное зелье, собственно. И его будет бесконечный аналог. Ну и, по-моему, там еще как-то особо она будет прокать таким образом, что те рецепты, которые мы крафтим, трехзвездочные, они будут еще дополнительно давать нам какой-то объем зелий и настоев. В общем, весьма интересно. Я почитал об этом, так как все-таки у меня основная профессия Алхимия. Я должен об этом много знать. Дальше. Кожевничество. Открываем вкладку Неизучено. Ищем, ищем, ищем. Нашли. Итак. Громовая барабанная колотушка позволяет использовать барабаны первобытной мощи, увеличивающие скорость передвижения, или повышающие мощь, или стойкость. Также при использовании повышает показатель скорости на 25% на 40 секунд. Ничего не напоминает? По-моему, это самые обычные барабаны на самом деле. Ну и также мы испытываем изнеможение, то есть это самое обычное КД героизма 10-минутное. Восстановление этой колотушки целый час. Ну, на самом деле, весьма интересно, что забавы на скорость передвижения, мощи и стойкости мы будем испытывать. Посмотрим в будущем. Итак. Алхимию посмотрели. Кожевничество посмотрели. Идем к следующим профессиям. Кузнечное дело и начертания. Начнем же. Открываем вкладку неизученно, листаем в самый низ, ищем. Кузнечный молот Казгорода. Оружие и брони, изготавливаемые с помощью кузнечного дела, могут получить свойства «Предмет не теряет прочности». Также позволяет мгновенно починить предмет своей экипировки. Восстановление целый час. То есть мы можем починить лишь один единственный предмет, если я правильно понимаю. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Некая экономия голды, но относительно как-то небалансно, если сравнивать с другими профессиями, которые мы еще рассмотрим в будущем. Итак, начертания. Открываем, листаем вкладку неизученно, прокручиваем и ищем. А что мы можем найти? Ммм. А тут какие-то интересные вещи на самом деле. Договоры на крови. Что-то классное на самом деле. Ну, а именно то, что мы скрафтим эпическое для себя, это окровавленное перо Ланатель. Той кровавой королевы, которая находится в цитадели ледяной короны. Окровавленное перо Ланатель позволяет создавать договоры на крови. Ну, вот, собственно, те, которые я ранее пролистал. Использование. Вытянуть кровь из окружающих вас трупов, чтобы восстановить себе здоровье. Хмм. Очень интересно будет, будет ли ограничение на использование этих трупов. И сколько здоровья мы будем восполнять с каждого. Если там по 10 единиц, то это мало. Если по 5000, то это много. Ну, на самом деле, весьма интересно. Очень хочется все это дело потестить. Классно? Классно. На самом деле, хоть что-то новенькое, что-то интересное, что-то историческое. Само собой, абсолютно все эти итемы эпические, чтобы получить к ним доступ, нужно сделать некоторую цепочку квестов. Ну, я думаю, она не особо долгая. Перейдем к следующим профессиям. Ювелирное дело и наложение чар. Открываем, смотрим, что у нас в ювелирном деле появилось интересного. Линза ограничения самоцветов позволяет владельцу взаимодействовать с алтарями в Култиросе и Зандаларе, фокусируя свет с помощью линзы, чтобы создавать живоды самоцветов. Использование извлекает с помощью линзы самоцвет из одного ваших предметов. Наконец-то мы можем вытаскивать сокеты из тех вещей, которые нам не нужны. Это уже есть в Диабло. И, наконец-то, это пришло в Варкрафт. Я очень рад этому. Давно пора. На самом деле, действительно классно. Крафт дорогой, конечно. 10 кракеновых глазов нужно, так что запаситесь ими заранее, если все-таки вы решите прокачивать ювелирное дело. Ну и крафтить линзу себе в дальнейшем. Ну а те же уводы, скорее всего, которые мы будем получать, используя эту линзу рядом с алтарями, будут просто-напросто давать нам какие-нибудь камушки, да и все. Не более того, наложение чар. Открываем вкладку «Неизучено». Смотрим. Чародейский жезл Ивин. Расправляя предметы, вы будете получать дополнительные ресурсы. Использовать один затуманный кристалл, чтобы оживить неподвижного голема. А зачем мне кого-то оживлять? Какой в этом смысл? Окей, ладно, я думаю, он раскроется позже по выполнению этого крестлайна для получения крафта. Да, решил я взять ради теста горное дело. Ну, быть может, что-то и в крафтовые, такие добывающие профессии добавлено. Но по итогу нет, абсолютно ничего. Только в основные профессии добавлены нам вот такие вот орудия труда. Последние профессии, которые мы рассмотрим, это будет партнерное дело и инженерное дело. Я надеюсь, в них реально что-то классное и что-то достойное. Потому что все то, что мы увидели ранее, оно, конечно, вдохновляет, воодушевляет. Но хотелось бы увидеть что-то реально эпическое. Надеюсь, все получится сейчас развидеть партнерное дело. Хрононить позволяет находить больше култираски-зандаларской перенесенной во времени ткани. Позволяет хроноткачам зашивать разрывы в ткани времени, появляющиеся в култирасе и зандалаве. Какой-то интересный бонус на самом деле и весьма интересное использование перенесенной во времени ткани. Разве морской лен и глубоководный шелк это перенесенная во времени ткань? Или мы получим какую-то новую ткань? Да вроде бы нигде, ни в каких крафтах еще пока что ничего не используется. Хм, забавно на самом деле. Хорошо, уверен, что по ходу выполнения кэстлайна на эту хрононить нам все расскажут об этом. К тому же задание берется в драконям по гости. Там всегда все связано со временем и драконами и всем вот этим вот прочим. Инженерное дело. Порадует ли она нас? Так, это не то. Ох ты, как их много на самом деле. Хм, сейчас мы посмотрим. Гаечный ключ позволяет инженеру создавать убер-механизмы. Хм, призывает убер-механизм. Окей, который помогает инженеру в течение 20 секунд. Если тип убер-механизма не выбран, будет призван случайный. Восстановление 15 минут. Хорошо, у нас есть взрыв-боты с коротким запалом. У нас есть улучшенный тренировочный манекен. И у нас есть убер-часовой. Ну, в общем, его название, в принципе, говорит за себя. Все профы были рассмотрены. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Не болейте.